приветствую дорогие телезрители с вами снова кошмар из и сегодня мы наконец-то с вами посмотрим на липецкую улицу пересечения с мкадом на двадцать седьмом километре также у нас является развязкой с трассы 4 дом как раз мы вот в сторону наши главные дороги на юг страны и смотрим это у нас стакада является съездом с внешнего уката на липецкую улицу сторону центра если кому будет несложно отмотать назад и посмотреть на схеме где мы начинаем с вами полет и дальше уже по схеме можно будет сориентироваться если конечно в схемах ориентируемся а вот у нас стакада видите она постихонечку сходит на нет а упирается в устой и дальше у нас здесь будет тоннель тоннель пока строится только с одной стороны видно что здесь смещено движение но видим что уже под теплячком находится само основное перекрытие тоннеля это опять же повторюсь у нас есть со внешней стороны мк тут как раз у нас здесь он хорошо просматривается на липецкую улицу и видно что здесь активно ведутся бетонные работы и по заверениям ребят строителям до говорят что думаю к лету уже здесь перепуск движение будет может быть даже пораньше потому что видно что перекрыть и вот она уже виднеется то есть надо соответственно сделать гидроизоляцию все это дело закрыть сделать какой-то минимально обратно засыпку и перенести движение в другую сторону справа у нас это стакада начинается еще одна такая же извилистая это у нас съезд трасса м4 дон на внутреннюю часть мкад и впереди мы видим как раз таки у нас липецкой улице стандартная пробка которая у нас здесь всегда и скорее всего еще пока что надолго вдалеке как раз виднеется путепровод который в ближайшие месяц или как минимум несколько дней тоже должны будут перепустить из движения она будет уже не такое зигзагообразное скажем так также у нас продолжается накидывание или установка в проектное положение из металлических частей стакада это у нас получается съезд направленные с внутреннего мкад в сторону трассы м4 дом и тут тоже были было много вопросов что когда будет стакада она вот она на самом деле же виднеется и также здесь достаточно сложный момент здесь вот идет идут по порт подпорные стенки в разных уровнях то есть нас да здесь одна часть уходит дороги в тоннель друга наоборот приходится стакада из соединяется вместе с съездом с внешней стороны намкад и постепенно выходит разгонные полосы на трассу м4 дом вот туда дальше в сторону области и да есть определенная сложность то есть просто так подпорной стенки не сделаешь то есть одно дело к ты просто и делаешь в одном уровне и все нормально либо например когда соседние дороги расходится не в разных уровнях то есть есть это тоже определенная сложность поэтому мы с вами в начале строительства когда еще были первые облеты обзоры видно было что там достаточно долго буровые установки работали вот нас как раз трасса м4 дом платный участок но в принципе бесплатный пока вы не доедете до видного или по моему до даже домодедово а вот чуть чуть дальше уже да там нас первый пункт оплата ближе к ступино но если в домодедово проедете транзитами не съедете на старо-каширское шоссе то естественно будет там уже пункт оплаты да вот такие вот зигзаги опять же в ближайшие же месяцы здесь будет реконструировано перемещено движение да на уже построенную часть тоннеля и начнут с работы по возведению второй части тоннеля то же самое касается путепровода которая со стороны москвы районе липецкой улице мы тоже сейчас до него с вами доберемся но вот конечно видите классический вариант то есть тут неважно есть изгибы или нет изгибов и серги всегда вот эта клеверная развязка на запирала движение то есть определенные потоки транспортная то есть превышает определенное количество тысяч машин в час и все она в любом случае будет закупориваться кстати такие схемы подобные расчеты можно посмотреть свободный доступ в интернете много неважно мы с вами по теме справа мы видим что сделают более плавный съезд направленный но пока что временно ведь он такой вот зигзагообразный будет с м4 дон здесь появится еще небольшая дополнительная полоса причем же виднеется как здесь возводится коммуникация по водоотведению с трассы также мы видим дальше вот эту нас местная дорожка местного значения можно тут из загорье уехать нам к такой хитрый выезд для местных жителей это наша дорога которая справа идет тоже пришлось построить заново она ведь у нас одностороннее движение то есть она только движение от вот этих вот всех вот замечательных построек не будем где давать рекламу в противоположную сторону там кат и дальше вот тут строится дублер он тоже строится в рамках данного проекта при конструкции развязки вот с этого места тут будет отдельная полоса и будет жесткий отбойник то есть все машины которые уже тут в это замечательное заведение справа там еще расправа вот там конструктор строительные материалы и это все будет отдельно то есть дублера на дублер выезжайте основной ход пять полос будут независимы друг от друга это самое главное потому что как раз эти выезды-заезды создают аварийные ситуации на разгонах полосах и соответственно кто-то лезет кто то еще что-то вот этого не будет и даже вот здесь можно посмотреть видите вот грубой вот она расширение здесь имеется но она будет еще чуть-чуть вот там сдвинута еще чуть правее и вот все вот эти заезды будут возможно то есть сплошная линия на здесь никого не останавливает то есть она все сворачивает так как кому угодно вот теперь этого не будет здесь будут отдельные полосы идти прям вплоть до развязки как ни странно с каширским шоссе и конечно проект она вроде как идет только до вегаса но если там дальше посмотреть то видно что это будет соединение прямо с развязкой с каширским шоссе она тоже там такая мудреная сразу не сообразить что попасть центра в область но тем не менее и мы видим что через вот же дорожную ветку который идет по моему кстати к станции берлева товарная вроде но не важно да кто-то поправит в комментариях напишите прикреплю но балки уже накинутая здесь видите сборный железобетон будет использоваться осталось только замонолитить дорожную плиту и в принципе достаточно высокая степень готовности им к от здесь и так он будет примерно 7 полос на так еще будет дополнительный дублер и вот отсюда вот соответственно со всех этих вот прекрасных заведений заезжаете и можете уже там уехать либо соответственно на каширское шоссе либо вегас но мы с вами возвращаемся вот мы летим в обратную сторону как раз над внутренней частью мкад вот нас эти прекрасные развязки они кстати чем-то даже чуть-чуть напоминают развязку с каширским шоссе и вот у нас как раз таки съезд со внешнего мкад вот мы видим да вот идет эстакад идет подпорная стеночка чуть чуть дальше где краны стоят да и постепенно вливаются в основной ход липецкой улице вдалеке мы видим что там вот что-то странно да то есть вроде уже не подпорная стенка что-то другое вот это что-то другое это у нас тоннель специально будет построен для магазина общественного транспорта городского вот он как раз видеть у нас как много тут автобусов но потому что все знают даже нас перекрыт это движение на пасмаскорецкой линии здесь автобусов конечно надо очень много в том числе каемов и вот видеть вот он тоннель прям просматривается по прямой скоро времени кстати здесь переведут уже движение тоже вот на эту часть осталось то чуть-чуть монолитную работу провести дальше вот раскапываю часть где вот примерно где экскаватор примерно и вот оттуда из-за здания будет выезд на вот этот вот замечательный круг для наземного общественного транспорта чтобы не было пересечений чтобы убрать светофор чтобы убрать поворот из левой полосы вот на эту же самую площадку да 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 вот а как раз на чу упало в творе и вот примерно здесь вот как раз внизу видно что немножко от раскопано вот здесь будет как раз выезд на вот эту площадку для отстое разворота общественного транспорта 5 в дальнейшей конечно здесь будет электробусные зарядки стоять и много 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 чего также мы видим что здесь возводится надземный пешеходный переход он будет стоять из двух частей одна часть уже видно с противоположной стороны практически собрана потом будет установлен устанавливаться временная опора посередине и поток не вторая часть которых тоже подсобрана будет подсняться будет небольшой еще кусочек чтобы можно было сторону загорьевской улице перейти также здесь изменится немножко движение где примерно автобус на остановку нас будет сразу съезд на дублер и автобус на остановка отсюда скорее всего переедет уже на дублер на часть наш общественный транспорт надо будет там уходить в сторону налево это у нас пошла загорьевской улице как ни странно и направо здесь тоже у нас вот в угол вправо ушла загорьевской улице она разделяется липецкой улице поэтому сквозного движения здесь по загорьевской улице нету как бы разделили так на две части сейчас аккуратненько с вами развернемся посмотрим на перспективу где-то там вдалеке у нас находится будущем cd-5 появляется направление московской железной дороге а мы с вами возвращаемся обратно потому что эти прекрасные интернет провода начали что-то мне тут портить продолжается движение к развязке опять же слева у нас о рп разворотно отстойная разворотная площадка правее мы видим съезд нам к 1 внутренней и под ним как раз уже появился такие тот самый тоннельчик ради которого собственно перекрывалась движение теперь соответственно можно будет проехать там потом под парового под пути проводом катропатия плечком и вот паттин тоннельный который мы уже с вами видели с другой стороны и в ближайшие же дни прям буквально переведут движение на основной ход вот именно этой дороге будет она двигать на автомобиль dirigиться мировая видна что-то временные бетонные блоки recognize то потом разберут эту временную дорогу она немножко мешает тому, чтобы начать уже откапывать основной ход, собственно, и тоннели, чтобы можно было из тоннельчика попасть под путепровод. Ну и, соответственно, съезд со внутреннего МКАДа, как раз-таки надо, да, сделать профилировку. Вот мы видим, что здесь уже выставляется опалубка, ну, пока это еще строительные леса, но на них уже будет опалубка, и уже съезд на М4 со внутренней стороны МКАДа. Но мы сейчас с вами еще раз пролетим. Кстати, обратите внимание, стакада, видите, такая вот, она идет с такой вот широкой опорой. На самом деле, под ней как раз будет съезд с внешним МКАДа, вот в этот тоннель как раз-таки будет уходить съезд с внешки на Липецкую улицу. Вот так вот она будет уходить. Еще раз давайте посмотрим с вами тоннели. Видно, что там внутри стоит строительные леса и опалубка. То есть активно заливается основное перекрытие тоннеля. Ну и, собственно, еще раз смотрим на ту же самую пробку. Вот у нас съезд с М4 на внутренний МКАД. Тоже, в принципе, все готово. Дальше подпорная стенка. Эти стакады были возведены еще в прошлом году. И достаточно понятно, что, да, вот будет два путепровода по основному ходу. Вот она там справа уходит и постепенно в итоге выходит на внешнюю сторону МКАДа, объединяясь съездом с Липецкой улицы, по которой сейчас машины едут. Тоже тут будет расширение небольшое. Будет более длинная и широкая, точнее, разгонная полоса, которая поможет аккуратно, плавно вклиниться в ряд. Кстати, здесь строителям пришлось поставить вот сужение. Видите, у нас здесь очень много людей пытаются въехать в две полосы. Более того, если оставить более широкий въезд, то почему-то люди потом в конце думают, что там очень плавный поворот. А он нифига не плавный. И если нести 120 км в час, конечно же, там в поворот можно не вписаться. Ну, собственно, из-за того, что многие вот так вот вклиниваются, образуется вот такая вот пробочка. И мы с вами продолжаем, естественно, тоже второй аккумулятор. Если кто не понял, почему резко так сменилась картинка. Вот, опять же, это тот самый тоннель. Это у нас съезд с внешнего МКАДа на Липецкую улицу. Он у нас находится справа. Вот он как раз этот тоннельчик. Там под тепляками у нас путепровод. Еще раз повторяю, путепровод. То есть там будут обычные опоры. Когда все там раскопают, это будет видно. А вот здесь у нас, да, тоже такой вот путепровод. Но он выглядит как тоннельчик. Здесь у нас будет съезд вниз разворотная часть для общественного транспорта. Также мы поближе сейчас с вами посмотрим. Вот съезд с внутреннего МКАД на М4. Вот, еще раз говорю, здесь все раскопают. Где вот сейчас машины так заезжают, это все раскопают. Вот я вам сейчас покажу. Видите, путепровод. Это именно путепровод. То есть там опоры. И сверху монолитные перекрытия. Да, оно вот именно монолитное. То есть сборная железобетон, но в итоге это получается монолит. И вот там внизу будут, видите, прям таких три прохода. Это один съезд на внешнем МКАД. Один проезд, это для общественного транспорта. Вот в тот тоннель прямо видно. По прямой можно построить, грубо говоря, в голове маршрут. И, то есть съезд на М4 с внутреннего МКАДа и с М4 на внешнем МКАД. То есть вот как раз вот три таких вот пропуска по две полосы. Но для общественного транспорта она, наверное, будет одна полоса. Я думаю, вполне достаточно. Вот видите, вот один тоннельчик внизу прямо под нами. И вот там дальше по прямой впереди еще один. И потом вот за постройкой вот самого этого ОРП налево будет из насыпь такой проезд. Так вот еще раз говорю, что в ближайшие месяцы здесь откроют движение. Перекроют, ну перекроют, перенеместят сюда. То есть все движение будет именно по новому путепроводу. И будут разбирать всю насыпь, по которому сейчас двигаются автомобили. И будет возводиться точно такой же путепровод. И тогда это уже будет полностью закончена развязка. Собственно, опять же, видите, как быстро удалось возвести данный путепровод. Кстати, видите, пешеходная часть даже рассчитана. Я думаю, что с вторым они справятся даже, возможно, быстрее. Еще раз повторюсь, что все развязки будут открываться по мере их готовности и возможности к запуску. Это, ну, никто не будет ждать там, да, и держать закрытыми съезд, если не будет такой возможности. Кстати, видно, что вот он металлоконструкции присутствует для барьерного ограждения металлического. И на самом деле на сегодняшний день оно уже там присутствует. Но, знаете, да, лучше на неделю опоздать, но хоть что-то показать, нежели вообще ничего не показать. Ну, вот тут, конечно, вообще ужас, ужас, ужас. С трех полос в две и вот эти вот три наглые машины, которые типа-таки, ой, а тут надо мне повернуть направо. Ну, какие же вот, я не знаю, вот кому надо штрафы-то выписывать-то. Ну, да ладно, это немножко отступили от темы. Еще раз с вами сейчас посмотрим такой вот общий вид. Да, видно, мы видим, что по эстакаде осталось вот укрупнить блоки прямо вот здесь рядом с внутренней стороной МКАД и, в принципе, произвести с помощью автокранов установку в проектное положение. Я думаю, что это немного по времени займет. Еще раз вот обращаю ваше внимание на одну такую вот интересную опору, где здесь одна эстакада совмещается с другой в разных уровнях. И вот одна, видите, она устоит такие, подпорная стенка, и спускается вниз на один уровень съезда с внешним МКАД. Другая, наоборот, уходит вглубь, углубляется и уходит в тоннель. Опять же, вот, да, получается, кручусь по одному и тому же месту, но лучше несколько раз показать, где-то пониже, где-то повыше, чтобы была видна общая картина. И вот здесь вот дальше все это выкопается, и постепенно дорога пойдет в сторону Липецкой улицы. Кстати, очень интересно, что здесь такой запас по пропускной способности, достаточно широкая, видите, эстакада. То есть ее можно, конечно, разметить и в одну полосу, можно разметить при желании и в две плосы. Ну, как мы знаем, да, у нас Бакинская улица, в которую переходит Липецкая, она заканчивает тупиком с Кавкавским бульваром. Но есть планы, проекты, когда-нибудь улицу пробьют по прямой, и она будет сняться с Пролетарским проспектом в районе пересечения с Южной Рокады. Я боюсь представить, какая там развязка будет внутри города, но, тем не менее, такие планы есть у города. Может быть, не в ближайшие 5 лет, может быть, в ближайшие 10 лет, но они будут. Так что имейте в виду, там прям развязка будет. Ух, то, что строится сейчас там, это еще может показаться лайтом. Ну и давайте пролетим, раз у нас такое солнышко вышло. Я все-таки дождался не такой серой картинки. Давайте попробуем чуть-чуть пролететь по МКАДу в сторону Юго-Восточной Хорды, за которую обязательно, я вам точно говорю, что в ближайшие там какие-то дни, недели, наверное, две, и все-таки завершится наше путешествие по ЮВХ. И я надеюсь, что все-таки за эти несколько дней возможно все-таки запустится участок, который будет являться дублером улицы Полбина. И тогда можно будет показать вам уже готовый участок Юго-Восточной Хорды. Но посмотрим, не будем загадывать. Еще раз с вами посмотрим на съезд со внешнего МКАДа. Кто-то, кстати, скажет, что за фигня, почему здесь нет пробки. У меня пробка на съезд есть, пожалуйста. Причем я вам больше могу сказать, это, по-моему, будний день. И я только не могу сказать точно вторник, это ли среда, но это точно будний день. Четверг это, по-моему. Это будний день, вечер, то есть час пик. И вот видите, внутренний МКАД очень хорошо стоит. Он там постоял в районе верхних полей и постоял здесь. По поводу верхних полей, ребят, сразу тоже могу сказать, что я не знаю. Я попытался уже несколько раз в разные дни. Что-то там какая-то фигня, никто ничего не знает. Ничего обещать пока не могу. Поэтому есть у нас в Телеграм-чате, кстати, или в Телеграм-канале. Но больше все-таки информации в чате. То есть кто ездит на велосипеде, либо просто ходит пешком и фотографирует хотя бы на верхние поля с уровня земли. Спасибо вам, ребят, за это огромное. Также передаю привет Руслану, моему коллеге по работе. Но пока еще моему коллеге. А то может психану когда-нибудь. Приятно, что еще один коллега все-таки узнал меня. Так что большой привет. Также большой привет Алгору, Энви Коржу, Антейлу, Сергею Эксперту. Да и всем, кто меня лично знает. Я вам всем желаю не болеть. Это сейчас очень важно. А сами вот видите, не могут записать ролик, потому что не было голоса. Я болел очень сильно, хрипел. Здоровья, удачи всем. И пока, до новых роликов. Надеюсь, встретимся на МСД в ближайшем будущем. Пока-пока.